Всем доброго дня! Я на завтра делаю шашлычок. Готовлю мясо, видите, буду мариновать. Посолил, поперчил, добавил приправу для шашлыка, бросил сюда чуть-чуть розмарина и вот видите у меня есть петрушечка. Добавляем сюда еще петрушку. Добавляем сюда петрушку и две луковицы. Две луковицы я буду натирать на терке. На терке буду натирать. И конечно пиво буду добавлять, видите, и такой у меня маринад. И тогда шашлык получается сочный. Не знаю, конечно, каждый по-разному делает. Я хочу так сделать. Когда-то, когда мы еще были в Италии, Володя с Калуша с нами жил и он так делал. Но он конечно пиво не добавлял, а я еще пиво добавляю. И прекрасные шашлычки получались. Мясо такое сочное, классное. Оно к рассудке простоит. Маринаде будет бомбезной. Конечно, многие делают, я смотрел. Многие делают просто перец, соль, приправы для шашлыка и больше ничего не добавляют. Не знаю, но у меня какой-то чуть суховатый получается этот шашлык. Этот будет такой сочный. Ну завтра увидите. Сейчас я маринад сделаю. Сейчас натрел. Я специально очки одел, чтобы не плакать от этого лука. на мелкую терочку. Нам главное, чтобы сок пустил хорошо. Нам главное, чтобы сок пустил хорошо лук. А зелень никогда не мешает, когда к мясу даете. Это я накрываю крышечкой, как бы под пресс, чтобы оно так было прижато, чтобы сок пускало. Что-то Светлана приболела. Ну как приболела. Температуры нету, а кашляет. Вчера температуру исцелами мерили. Вроде нормально, 36. Но уже покажется там, наверное, какой-то вирус подхватило. Непонятно. Боже, как этот лук уже аж лаза выедает. И вроде его намочил, и все равно. Ну вот я уже натер лук. Видите? Белка. Сейчас это все перемешаем хорошо. Тогда будет сочный шашлычок. И что пару раз такое дело. Видите, когда вы на мелко лук натрете, это сок пускает. И совсем по-другому. А сейчас мы возьмем. И это все зайдем пивом. Пилку добавим. Ручки сполоснем. Где наше пиво? Пиво львовское. Львовское пиво. Львовское. Опа. Взяла вначале пару глотков. Давно уже пиво не пил. Вот так, видите? Налил пиво. Ну, снова серия на господи. Берем крышечку. И вот так накрываем пивотно. Так, чтобы крышечка прижала. Вот так. Все. И это отправляем в холодильник. И завтра будем жарить шашлычки. Светлана, тревога! Что-то сегодня солнышко, а ветерок. Ветерок. Весь ветер. Все, шашлычок готовый на завтра. Мясо замариновал, а Светлана решила сырник сделать. Он набрал 450 грамм муки. Так, 450 грамм. Что ты сделала тут? Какаво. Что тут еще есть? Масло. Сланг. Три ложки какаво. Три ложки какаво, да? Угу. А там что еще есть? Стакан сахара. Ой, не растопилось оно. Масло. Ну, сейчас будем сырник делать. И пачка разрыхлителя. Да, еще пачка разрыхлителя. Да. Ну, ты в муку добавляешь, да? Да, в муку. И все. Это убирай, я буду это сейчас вручную замесить. Ну, давай я тебе помогу тут сделать. Значит, ты помогай. Сейчас его перемещу. Ну, уже приготовим на завтра, чтобы у нас все было, то и все. Вот это раз делаем сырник с клёхвой и с изюмом начинка. А, подожди, еще масло там все надо хорошо. Ну, что мы сейчас задавьте потихонечку. Сейчас своя камера надо будет. Уже тут это не идет нам. Так, я Светлане помогаю. Ну, сейчас накрываем пленочкой и в холодильник отправляем, чтобы оно застыло. Сейчас в холодильничек это все. Светлана добавила творог. Сколько тут творога? Килограмм почти. А яйца сколько ты давала? Пять яйца. Пять яйца словно давала. Сейчас я это. И еще давала эту. Крахмала, да? Ложку крахмала. Ложку крахмала. Два. Двину банки. Ванильный сахар добавила. Пакетик. Давай, надо еще один пакетик. А, еще один пакетик. И 100 грамм масла. Сейчас я растоплю. Ну, давай, я это все блендером перебью. Сейчас мы с тобой поэкспериментируем. В конце всего, когда ты собьешь, мы еще добавим изюм и клюкву. Так, добавили сюда растопленное масло сливочное. И сейчас я буду это все калашматить. Боже, как все мы напугались. Хорошо, что я это все до конца сделал. Как увалила два раза. Не, Светлана? Угу. Алла грохнула капитально. Ага, мы со Светланой тут на кухне. Я же этим сбивала и ничего не слышал. Что сирены. А собаки перепугали. Но Вирчика я не видел, чтобы Вирчик так напугался. Они с перепугу начали есть вдвоем. Так, Долечка? Ты тоже напугалась? А мама на улице. Мама говорит, так уготила. Говорит, я аж напугалась. Это, конечно, слышно было хорошо. Что, Долечка? На ручке. Боись, девочка. Иди сюда. Небось, небось. Вот так Светлана уже цветочки поливает. А ты напугалась? Ну да. Не успела напугаться, правда. Якость была неожиданно. То всегда мы сирену слыхали. Ты так вроде бы смотришь там по телефону. А этот раз мы вообще ничего не смотрели. Вот что-то Чарли плавит. О! Опять! Что это такое? Собаки вот еще? Или машина? На улице. Это не пожарка есть? Что это такое? Не знаю. Это вроде мотоцикл. Правильно? Не знаю. Нужно послушать. Не-не. Это мотоцикл. Мотоцикл есть. А я же скажу про мотоцикл ездит. О! Чуешь? А хотя бы гудить. Валя уже боится. Напугалась? А не? Да. А ж крепко задрожала. А хотела то мы уже куда будем вставать? Та ты уже не успела вставать. Молюсь. Господи. Мать не там. Да. 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 Доля. Да. Доля. Вот. Двилась в гору раз. А ты скажи. Такая птичка красивая. Вот тут по траве ходила. Я сказала Андрюша, Андрюша, чтобы все травы было. Как бахнуло. Как вона бедна такого. Закрутила полетела. Перепугала. Она сказала, что животне боятся. Что ж ты хочешь? Перепугала. Животне боятся. Уже доля до тебя иди. Не то, что собаки. Боже мой. А теперь он меня на руках сидит. Так Виля, как вскочил им в хату тут вот. Вон на порозе тут став, она как бабахнула. Вон тикат, а по плитке начал тако лапами и скользить. Что ж долго вот. Вот тут дом. У меня на ручках. Та сразу зашли в хату и начали есть с перепугу. Ого. 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 Не оторвешь. Я так пробовал. У меня быстро в руках таять. Та вторая это. Терочка хорошая. Вот эта? А там что вторая? А. Чарлик что ты хочешь? Боится. Боится Чарлик, да. Чарлик боится. Ты думаешь и не страшно. Мама говорит, у птичка на траве была, то перепугалась. Бабахнула, говорит, а шпичка закрутилась и еле взлетела. Так, нижний слой мы натерли. Ой, а мы знаешь, что забыли за изюм? Надо было туда добавить. Да ничего страшного. Клюква. В этот раз добавим изюма. Клюква будет немного вкуснее. Сыр, кстати, домашний. Очень вкусный. Так, мы его. Прямую форму, а потом возьмем второй кусочек и натурем хорошо сверху. Вот. 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 Я уже в духовку поставила разогревать до 180 градусов. Где-то минут 45 часов он у меня будет печься. Ну, какой получился у Светланы суперовый. Обалдеть, какой аромат. Ммм. Вкусненький. Светлана уже не первый раз делает его. Это населит сophy и занятий. Да, мы принимаем 49 минуты, лагерь, Давайте remedем внимание о запаме.